Добро пожаловать на канал How to Spain! Меня зовут Виктория Белякова. Сегодня у меня в гостях эксклюзивный гость, адвокат, который состоит в торгово-промышленной палате Испании Исекс, а также состоит в ассоциации Invest in Valencia. В компании 5 сотрудников, среди которых есть русскоязычные специалисты, то есть вы можете обращаться по вопросам IT и стартапов и получить сервис на родном для себя языке Добрый день, Виктория! Здравствуйте, зрители! Меня зовут Инга, я являюсь адвокатом, зарегистрированным в коллегии адвокатов Валенсии номер 19381 и сегодня мы с вами рассмотрим тему стартапов, юридического сопровождения стартапов, посмотрим на новый закон о стартапах, о цифровых кочевников, рассмотрим разницу между стартапами в традиционном понимании русскоговорящего населения и что такое стартап по испанскому законодательству, ну и также рассмотрим общий порядок ведения бизнеса в данной сфере. Друзья, спасибо, что присоединились к нашему видео, вы можете задавать вопросы на протяжении видео в комментариях, мы планируем записать вторую серию, где вернемся к вашим вопросам, где вернемся к вашим вопросам и Инга согласилась ответить на самые интересные и полезные из них Инга, давай перейдем сразу к делу стартапы. Многие приезжают в Испанию, хотят открыть самые популярные виды бизнеса, агентство недвижимости, ресторан и что-то там поставить новую вытяжку, печку или агентство недвижимости с классным сайтом считает, что это стартап. Давай сделаем определение, что такое стартап по испанскому законодательству. Да, стоит различать, действительно, стартап в традиционном понимании России, Украины, Белоруссии, которые считают, что стартап это любое начинание бизнеса, например, даже если они закупают какой-то особый кофе, это не является стартапом, это просто кафе с особым видом кофе. Я думаю, люди просто имеют в виду стартап, когда что они рискуют, но любой бизнес это риск, а стартап все-таки. Да, я бы сказала именно так, что они начали бизнес, это у них стартап. Нет, на самом деле стартап это всегда какая-то компания, которая имеет технологическую идею, какую-то инновационную идею, какое-то новшество, но это всегда технология. То есть любой бизнес, который связан часто с софтвером, с программным обеспечением и с исследованием данных, с 3d-печатью и прочими направлениями, но всегда технологический элемент. Это не только понимание Испании, это в целом понимание мировое понятие стартапа. Ну и также это, конечно, компания технологическая, которая быстро развивается, которая быстро растет, может после этого быстрого роста продастся за большие деньги и инвесторы получат свой плюс, а может также и подать на банкротство. Спасибо. Друзья, напишите, какой у вас бизнес? Давайте в комментариях порассуждаем. У вас это традиционный бизнес или все-таки это стартап с возможностью выстрелить? Возможно, это будущий единорог, как говорят в сфере стартапов. Инга, мы сейчас с вами находимся в Валенсии, живем обе здесь в Валенсии, и сюда стекается все больше и больше людей, которые хотят начать свой инновационный бизнес. Почему Валенсия? Все-таки ты, наверное, знаешь, видео перешли на ты, что Валенсию многие называют такая большая деревня. Все равно в Испании говорят так многие, что это еще не столица. Все равно третий город по площади, по населению, но еще довольно неразвит. Давай развенчаем этот миг, что я всегда говорю, что это не так. Вы просто не знаете Валенсию. Какие стартаперы сюда приезжают? Здесь у нас абсолютно разные стартапы, разные компании, и это одно из лучших мест вообще в Валенсии для ведения бизнеса. И Forbes признал Валенсию как лучшее место для предпринимателей стартапов и заслуженно. Находится отличное местоположение, прекрасный климат, не так холодно, как в Мадриде, не такие высокие цены, как в Мадриде и Барселоне. Развитая инфраструктура, опять же огромное количество акселераторов, инкубаторов и предпринимательская культура. То есть здесь ивенты у нас каждый день. Каждый день можно пойти на какой-то нетворкинг, на какое-то общение, каждый день что-то новое. И попасть не так сложно, как это было бы сделать в Мадриде и Барселоне, знаю по своему опыту. Валенсия город небольшой и здесь проще узнать друг друга, узнать людей, которые в будущем тебя могут представить кому-то. А как порекомендуешь находить эти мероприятия? Для начала LinkedIn и Meetup и Event Tribe, то есть достаточное количество сайтов, где можно посмотреть, сходить на дно, там познакомиться с людьми, они скажут, а вот есть такое. Если это стартап, это многие стартапы сейчас пытаются участвовать в инкубаторах и акселераторах в Валенсии. И через них тоже организуется достаточно большое количество ивентов. Государственные программы тоже есть. Я подписана на многочисленные рассылки государственные или окологосударственные. Камера де Валенсия это государственная? Знаешь, вот это как ассоциация коммерческая? Мне кажется, это ассоциация. Ассоциация? Ну вот они все, программы, какие-то государственные программы рассказывают больше, такие у них мероприятия. Инга, любой стартап начинается с идеи. В Испании можно запатентировать идеи, чтобы у тебя никто ее не украл? Патентные идеи получить можно в Испании, не просто, сложно и обычно этот процесс состоит из двух частей. Сначала мы с техником смотрим, есть ли что-то подобное, клиент нам объясняет идею, техник начинает искать и дальше уже, если не нашел, либо он плохо искал, либо действительно такого нет. И дальше уже начинается юридическая часть. Но по времени это достаточно долго и мало, больше. Больше? Конечно. Но за это время уже точно кто-то запустит, пока ты будешь патентировать. Да, это нужно действительно иметь что-то особенное, какая-то схема необычная. Но вообще все, что связано с интеллектуальной собственностью, это достаточно сложная тема и всегда рассматривается кейс-бай-кейс. С чего начинается путь предпринимателя с инновационной идеей? Вот кто-то нас сейчас смотрит в любой другой стране мира, он хочет переехать в Испанию, чтобы здесь открыть стартап. Какие первые шаги должны быть? Ну консультация там? Да, мне нужно понимать, идея у вас есть в вашей стране уже на каком-то уровне или у вас чистая свежая идея. И дальше что вы хотите сделать? Делать в Испании или вообще в мире? Нужно посмотреть, где вы хотите получить инвестирование. Если это Испания, либо в Штатах, когда у нас больше компаний состоится в Штатах, поскольку там совсем другие объемы инвестирования в стартапы. То есть первое это понимание идеи, второе что вы хотите делать, где вы хотите получить инвестирование, где вы хотите проживать и в целом чем заниматься. Но вы оцениваете реалистичность этой идеи, стоит ли за нее браться? Нет, я как адвокат не могу это сказать. Я смотрю с юридической точки зрения, стартап не стартап, что вы здесь можете делать, но именно с юридической точки зрения. Клиент сам принимает решение, с какой идеей он хочет здесь создать бизнес. А бизнес-план, если у клиента еще нет бизнес-плана в вашей компании, либо в компаниях-партнерах, кто-то делает? Да, мы занимаемся, мы, наши партнеры занимаются бизнес-планом и тоже достаточно часто идут заявки о стоимости бизнес-плана. Тут у нас часто в Валенсии предлагают бизнес-план за 200 евро, такого не существует. Бизнес-план, стоимость бизнес-плана адекватного минимум 3000, это просто вот минимум, минимум. Если у вас уже есть идеи, мысли, то есть исходите отсюда и может доходить и до 300 тысяч. То есть за 200 евро такого не бывает. Как считаете, самостоятельно можно сделать бизнес-план, подготовить все документы, подать и так далее? Я знаю, что сейчас популярно есть некоторые группы, сообщества, где собираются люди, которые заинтересованы в открытии стартапов и делятся своим путем. Я пока не видела успешных кейсов, но вижу, что ребята собираются и очень активно обсуждают, кто что делает. Я вижу, как им сложно, потому что никто не знает, что делать и просто стараются как-то друг другу помочь информацией. Но, как мне кажется, это все очень затягивается. В чем разница самостоятельно пробовать и с адвокатом? Насколько это быстрее, выгоднее делать с профессионалом? Смотрите, тут стоит понимать, адвокат нужен зачем? Чтобы получить резиденцию, чтобы развить бизнес, чтобы составить бизнес-план. Адвокат не нужен, нужна команда стартаперов, обычно их несколько человек. Почему стартап – это не один человек, это команда, потому что один за финансовую часть отвечает, другой за маркетинг, третий еще за что-то. Есть группа, которые разбивают бизнес-план, и каждый отвечает за свою часть. Когда человек один, естественно, он один, сделать все не сможет. У меня нет таких кейсов, и это невозможно, чтобы человек знал все и смог составить качественный бизнес-план для SEO-пайта. По закону есть количество людей минимальное в команде? Нет, нет, каждый определяет по-своему, единственное, это влияет на стартап-визу. Когда вы подаете на стартап-визу, нужно определить долю участия каждого участника. То есть там у одного 10%, докажи, что у него доля участия 10%, что ему нужно здесь проживать. То есть это сложно. Одно дело у нас 3 инвестора, 3 стартапера, другое дело у нас 10. И тут сложно определить долю участия и зачем ему нужно проживать в Испании. Да, вот к этому вопросу, когда люди пытаются сами, я сама, правда, не понимаю. Я знаю, что в нашем направлении студенческая виза люди могут сами подать, если есть электронный сертификат, электронная подпись. Могут сами подать на стартап-визу. Человек, если очень-очень хочет, может сам подать или необходимо всегда к адвокату обращаться? Нет, конечно, может сам подать без проблем. Электронная подпись тоже нужна? Он подается через организм испанский, но подавать могут сами. Другой вопрос, что они могут не знать состав вот этого бизнес-плана. Инга, давай вернемся теперь к мясу, так сказать, к нашим интересным вопросам, которые наверняка ждут наши зрители. Закон, новый закон о стартапах. Что в нем нового? Что изменилось, что было раньше? Не было раньше ничего. Ничего не было, теперь появилось. Теперь есть. Первый закон о стартапах, его назовем, если раньше не было. В чем плюс? Плюс это снижение налогового времени до 15% вместо 25%. В чем проблема? На какой срок? На 4 года. В чем здесь проблема? Нужно получать авторизацию ЭНИСы. Это орган, который будет рассматривать заявки стартапов и будет определять, подходят ли они под определение стартапа, либо нет. То есть все, что мы создали до этого времени, все стартапы, которые уже действующие, мы можем за определенный период подать эту авторизацию, получить. И на все новые также создаем компанию, либо запрашиваем ранее, но здесь нет разницы. И запрашиваем эту авторизацию. Это дополнительная услуга, которая сейчас будет достаточно востребована в Испании. По процедуре пока ничего не знаем, поскольку нет пока регламентов. Но знаем, что это будет ЭНИСа и в целом примерно понимаем, какие документы подаем. То есть клиентам мы сейчас говорим готовить вот эти документы, а когда выйдет более подробные инструкции, будем подавать. Только налоги? Это Космос только налогов? Нет, нет, достаточно там очень широкий список. И для инвесторов тоже большие плюсы, что инвесторы могут вычитать то, что они вкладывают в стартап. И вводятся также цифровые кочевники. Да, цифровые кочевники сейчас самая нашумевшая тема в Испании. Все фрилансеры собрались сюда. Но это тема отдельного видео, очень интересная. Да, тоже сейчас уже начали, как раз начали подавать сейчас под цифровым кочевникам. Еще пока не знаю. У меня спрашивают, сколько рассмотрения, понятия не имеют. А вы уже подали? Вот у нас сейчас первые заявки. 31 марта, говорят, будет только откроется это окошко. У нас собираем, как раз делаем. Еще ничего нет, еще ничего нет. Но собираем, готовим эти заявки, готовы подавать. Да. То есть все в процессе. В Испании закон есть? Да, прекрасно я понимаю. То есть это этот же закон, который цифровые кочевники? У нас, как обычно, закон и к нему регламент исполнения. Испания как бы все продумала, закон выпустили, закон вступил в силу, красивый закон. А как его исполнять, мы не знаем. То же самое у нас было в августе, когда нестили изменения в закон об астранхирии. Закон есть, а регламента нет. Как исполнять, никто не знает. Так во всем. Украинцам тоже так выписали помощь уже когда-то, уже полгода назад. И уже год почти прошел, еще нет регламента. Закон есть, а регламента нет. Это Испания, да. Поэтому если у вас что-то задерживается, это не значит, что у вас адвокат, ничего не знает. Это потому что Испания бюрократическая страна. Хорошо. Тогда, резюмируя этот закон, что самое важное нужно знать человеку, который планирует здесь открыть стартап в будущем? Что налоговая ставка снижена до 15% на 4 года? Для инвесторов что? Для инвесторов тоже, кто хочет инвестировать, они смогут вычеты больше делать, чем ранее. Плюс сейчас пособираются убрать обязанность получения НИИ, которая у нас так сложно получается здесь с записями. И хотят ввести, вернее, ввели получение НИФа. Но проблема в том, что НИФ и НИИ для физического лица это одно и то же, по сути. То есть, как это будет на практике применяться, пока еще не совсем понятно. Они не автоматом получают, когда одобрение получили? Понятно, это одно дело. Но мы же говорим, что компанию может создать еще и не резидент, у которого нет ни права на работу, ни визы. То есть, компания у нас может составить любое лицо. Опять же, представьте себе ситуацию, когда это стартап, в который хотят инвестировать 400 краудфандеров. Вот эти физические частные лица. Каждый из них должен получать НИИ. В этом нет просто смысла. То есть, вот эту вот часть, мы пока еще не знаем, как будет регулироваться. То есть, достаточно много стартапов, которые получают вот это финансирование. И эти тоже лица получают там свои 0,1%, 0,25%. Как между ними делить? Как с ними быть? Пока ясно, что НИИ ушло, будет НИФ. Как это делать? Возможно, это будет делать нотариус. Сейчас нотариус может получить этот номер. Можно создать компанию, получая номер НИФ через нотариуса. Но по конкретике пока сказать не можем. Но обещают, что процедура будет проще. То есть, обычно приезжают сначала, открывают здесь компанию, а потом уже запрашивают стартап визу? Без разницы. Можно сначала запросить, потом получить, поскольку не сразу знаешь, будешь ли ты аутонома, либо как компания. Я говорю в целом, если стартап, стартапер не хочет здесь жить, просто хочет создать компанию. Не знаю, живет в Германии или живет в Штатах, просто хочет создать филиал. Либо филиал компании, либо как физическое лицо. Без проблем он может создать, заниматься этой деятельностью, естественно, без права на работу с ограничениями. Но получать право на работу ему для этого не нужно. У нас много таких случаев, когда открываем компанию как дочерню иностранной компании, либо просто предприниматель решил открыть здесь компанию и доверить управление какому-то другому лицу. Хорошо. Тогда, получается, у человека есть два пути. Либо он открывает компанию и позже запрашивает стартап, либо делает сначала запрос, а потом уже, когда получает отобрение на визу, может открывать бизнес. Правильно? Да. Если у человека ограничены средства, где он может искать финансирование, кроме частных инвесторов по всему миру? В Испании есть какие-то особые возможности? Нужно доказать, что бизнес-план, что стартап действительно заслуживает внимания. А кому доказать? Кто готов инвестировать, как бизнес-энджелы, частные какие-то знакомые, друзья, организации. То есть инвестиции получить можно, но нужно доказать, что проект действительно рентабельный, и здесь уже без помощи, я не думаю, что можно будет обойтись. А государственное финансирование бывает? Бывает, тоже нужно доказать, и достаточно серьезная отчетность потом. Просто по каждому шагу предпринимателю придется отчитываться. Опять же, в Испании есть какие-то такие минимальные часто выдаваемые, выдаваемая помощь, как, например, Kit Digital, вот эти 12 тысяч, которые выдают, достаточно легко получить на маркетинговой цели, и многие пользуются. То есть можно посмотреть по программам, какие-то небольшую сумму получить, но в целом, чтобы получить под проект инвестирование, финансирование под какие-то особые цели, то нужно именно под эти цели подготовить бизнес-план, бизнес-проект. В Испании есть какие-то ресурсы, где можно посмотреть, какие отрасли сейчас наиболее перспективные для финансирования? Раньше были солнечные панели, по-моему, все, что связано с энергоэффективностью. Да, все то же самое, Виктория, все то же самое на том же сайте Исекса, все там указано, в принципе, ничего не поменялось. Все, что связано вот с развитием, с технологическим развитием Испании. Энергоэффективность, да, с устойчивость? Как по-русски сказать, это устойчивость? Хорошо мы поищем. Экологически. В целом финансирование стартапа здесь часто происходит путем финансовых раундов, инвесторских раундов, когда стартап определяет сумму, которую он хочет получить, скажем, полмиллиона, и в течение года пытается ходить на всякие конференции, пытается эту сумму получить. Один инвестор готов дать 10, другой 50. С этими инвесторами мы подписываем convertible note, конвертируемый займ, который в определенную дату, все вот эти конвертируемые займы мы собираем, увеличиваем капитал уставный, и в соответствии с внесенным, в соответствии с займом, эти инвесторы получают свои проценты в компании. Этим вы тоже занимаетесь? Конечно, это вот часть как раз стартапа структуры, стартап-деятельности. Вы остаетесь с клиентом, когда к вам обращаются по вопросам стартапа, то есть какой есть финальный момент, когда вы сказали, вот все, наша работа сделана, или вы сопровождаете даже на протяжении всей жизни компании по вопросам, не знаю, юридически? В этом-то и цель. Я не стремлюсь, и моя компания в большинстве своем не занимается вот этими административными процессами получения визы. Да, мы можем подать, но наша цель помочь компании, не кому-то просто переехать. Мы занимаемся реальным бизнесом, когда предприниматель хочет развиваться, открываем здесь компанию и уже ведем до момента продажи, потому что когда она продается, то это выходит на другой уровень. Есть такие, кто все-таки не продают, кто верит, что это классная компания и сам хочет ее визы. Большинство-то не продают, чтобы кто-то продал компанию хорошо и успешно, ну, правда, я имею в виду продать за серьезную сумму, это единицы, это те самые юникорни. У нас тоже есть идея, мы, возможно, выстрелим в стартап. Есть много идей, как технологически сделать Испанию более удобной для иностранцев. Юридическая помощь. Я знаю, что ваша компания также специализируется на юридической помощи. Вы можете, для тех людей, которые сейчас приезжают в Испанию, они еще сами не понимают. Они предприниматели, они понимают свою идею, мечты переехать и так далее. Они понимают, какие конкретные им услуги потребуются, какие процедуры. Что значит юридическая помощь для стартапов? Что конкретно вы делаете? Да, в первую очередь не забываем разницу адвоката-юриста в Испании. Юристы не имеют права практиковать право в Испании, адвокаты имеют. То есть вот это все предложение от каких-то юристов, юристы-переводчики, непонятно что, стоит иметь в виду, что могут быть риски, может быть отсутствие. А как юристы? Давайте объясним, чем рискует человек, когда оформляют документы или в этом ведет компанию, не именно с адвокатом коллегиальным, а с юристом? А юрист не несет ответственности никакой. Так как же в России, например, у нас юристы не несут ответственности. У вас в компании есть страховка? У каждого адвоката есть страховка. Это обязанность иметь страховку. А какой сумма, если не секрет? Зависит. Но на сайте коллеги адвокатов вы можете ввести имя или коллегальный номер, и видно, что это за адвокат, какая у него страховка, действующая ли у него лицензия. Это все видно. Если страховки нет, там просто покажется, что страховки нет. То есть, если вдруг какая-то оказия случилась, не дай бог, клиент может подать в суд, и тогда уже страховая компания выплатит ему компенсацию. Да, но ему, естественно, нужно будет доказать, потому что обычно ситуации бывают разные. Бывают клиенты требуют непонятно что, которые вообще не относятся к юридической части. Но, да, в этом разница. В этом защита от клиента. То есть, если он верит, что он прав все сделать со своей стороны хорошо, и с другой стороны была ошибка. Все-таки, когда стартап, наверняка, это много сил, времени уходит на подготовку, если произошел отказ. Или какие, в принципе, вот что может произойти такого страшного, если обратился не к адвокату? И что может случиться? Потерять может что? Ну, не получить резиденцию у стартапера, понятно. Адвокаты оказывают услугу, не работу. То есть, то, что в большинстве случаев, во многих случаях клиенту отказывают, это не значит, что это вина адвоката. Да. Потому что очень часто в судебных даже делах я клиенту говорю, нужны вот эти документы. Если мне их не предоставишь, дело у тебя будет проигранное. Я тебе ответственность. А вы предупреждаете? Я предупреждаю. Я говорю, вот эти документы не поданы, у тебя будет отказ. И все. Отказ приходит, начинаются вот вопросы. А вот я тебе и поговорила, если документы, а у меня нет этих документов, так это не моя проблема, что нет документов. Вы предупрежаете о том, какая вероятность отказа будет, если нет определенных документов, какие-то требования? Конечно, если есть требование закона, что нужно предоставить этот документ, его нужно предоставить. Как? Если у тебя нет его, то нужно оценивать реальность своих шансов. Но в этом-то есть смысл, что адвокат скажет, штанцы вот такие, мы не можем гарантировать успех, но мы скажем, мы не будем браться с пустой головой, да, всем подадим, всем сделаем, нет. Часто я даже отказываю, потому что я говорю, что здесь, скорее всего, будет отказ, я за это дело не возьмусь, я не хочу себе проблем. И достаточно часто адвокаты именно отказывают клиента, потому что мы не хотим портить себе репутацию, если клиент настаивает. Нет, агентства, юристы могут подавать без проблем, но адвокаты... Какая статистика у вас положительная и отказы? Плюсы, минусы? Здесь не могу вам сказать, потому что мы почти не занимаемся вот этими подачами. Мы занимаемся именно бизнесом. Введением компаний. Хорошо. А не знаете в целом по Испании, насколько люди, которые хотят получить стартап-визу, получают одобрение? Ну, зависит от проекта. Ну, нет такое, что там 80 на 20, 50 на 50. Мы по своим... Просто у нас попроще тема, мы у себя можем, да, это знать. Вы же не знаете, по какому основанию отказали? Может, у них бизнес-план недостаточно хороший, может, они недостаточно обосновали. То есть никто никогда не знает, что там... А когда отказ присылают, там написано причинам? Там квалифицируется бизнес-план, плюсы и минусы, чем он полезен, чем он интересен Испании. Меня сегодня как раз в Инстаграме спросили о том, что если подают через адвоката, готовят бизнес-план все документы, адвокат подает. То при рассмотрении есть как бы лояльность чиновника при рассмотрении этих документов, потому что документы поданы коллегиальным адвокатам и так далее или нет? Я ответила, что, наверное, нет, потому что для чиновника все документы одинаковы. И единственное плюс в том, что у адвоката, который специализируется в этой нише, будет больше опыта, знаний, и он вам больше подскажет, у вас меньше риск отказа. Но при рассмотрении, думаю, чиновник не смотрит, кто там подал, как подал. У него есть две пачки документов, и он просто оценивает... Да, вы полностью правы, конечно. Как они могут оценивать от того, кто подал? Нет, они оценивают реальные документы, соответствуют ли они закону, правильно ли подано. И в этом-то и разница адвоката, что адвокат посмотрит и заранее скажет. Вот это вот не так, это ты должен иметь в виду. Просто так подавать, чтобы подавать и взять с тебя деньги, естественно, предоплату мы не будем. Поняла. Инга, самый интересный вопрос, которым мало кто занимается в Испании, и этим не можем заняться такие компании, как мы, просто административные услуги или просто юристы, наверняка это только для адвокатов. Перевод работников компаний из других стран в Испанию путем создания дочерней компании. Звучит очень серьезно. Это сложная процедура, непростая. Это именно для тех компаний, для тех стартапов, которые уже действующие, и которые хотят перевести работников. Тоже у нас были несколько кейсов, переводили работников из различных компаний, создавали это американская компания, это российская, это немецкая, дочернее предприятие создавали в Испании. И переводили работников, которые были переведены в свое время из России в Армению, Грузию, в Турцию, оттуда переводили все в Испанию. Да, это как раз делают адвокаты, конечно, это не простой процесс. Один из основных документов, это опять же бизнес-план, который нужно хорошо разработать. Тоже всегда говорю, даже если у стартапа есть бизнес-план, даже если это хороший стартап, все равно его нужно немножко адаптировать под испанскую реальность. По срокам сколько это примерно занимает? В зависимости от количества работников, кто когда приехал, но я бы сказала от 6 месяцев до года. Поскольку самая сложная, первая часть, перевод сотрудников, перевод работников, это включает в себя корпоративное право. Сначала мы создаем компанию дочернюю, вторая часть это подготовка трудовых документов и третья это миграционная. То есть все вот это вместе, работает большая команда. И первая часть как раз создания компании, филиала юридического лица, поскольку нужны апостели, переводы, получение НИИ на директора, получение НИИ на компанию. То есть вот этот весь процесс, это закладываете 2 месяца. А могут ли работники с собой забрать родственников? Да. Сейчас это очень актуальный вопрос, и многие пожилых родителей хотят забрать, тогда не нужно. Можно брать по первой линии родственников, только родители, которые старше 65 лет и дети до 18 лет или любые родственники? Можно детей старше, но нужно доказать, что они зависимы. То есть можно? Обычно, да, обычно муж, жена, дети, ну и дальше все, что дети старше 18, да, то, что учатся, то, что зависимы, это, конечно, можно всех присоединить. Ну и также это можно запросить уже после того, как получена здесь резиденция на основном, запросить авторизацию на перевод своих родственников. Этот процесс весь осуществляется, перевод, то есть связывается владелец компании, допустим, с адвокатским бюро, с вашим, и весь процесс происходит удаленно? Вы подаете все документы или нужно физически находиться в Испании кому-то из них? Потому что сейчас проблема многим приехать, в принципе, в Испанию. Можно ли этот процесс сделать удаленно? Создание компании, открытие счетов, все это можно удаленно, по доверенности мы делаем. Получаем также НИИ и НИИФ на компанию тоже по доверенности. Далее, подготовим документы, подаем онлайн тоже по доверенности. Единственное, работники переведенные, чтобы подать, мы им предлагаем лучший вариант приехать сюда. И из Испании по шенгенской визе мы подаем им документы отсюда. Подаем им паспорт со штампом, что они въехали, и полностью заявку на каждого работника подаем отсюда. И они имеют право здесь находиться до разрешения. А шенген на какой срок должен быть? Есть какие-то ограничения в студенческих визитах? Нет, любой. Тоже в этом была проблема, что не выдавали на длительный срок, выдавали на несколько недель. И приезжали, тут же мы сразу же подавали, работники уже оставались до разрешения. Им здесь для чего нужно находиться? Где-то расписаться, куда-то лично прийти? В полицию, получить декларацию на дань трага. Единственное, что мы советуем до подачи, желательно получить вот этот НИИ белый. Как это сделать, если, к примеру, люди из Казахстана будут приезжать, или из Армении, Грузии и так далее? Можно ли это в консульстве в своей стране запросить? Да, можно. Знаю, в Украине это было очень просто. Прям вообще люди, которые ехали из Украины до войны, я говорила, что не получайте здесь, пожалуйста, сделайте. Это было две недели, я просто отправила заявку, тебе по почте прислали, было очень удобно. Я не знаю, как в других государствах это происходит. Тоже плюс-минус? По срокам дольше, по срокам дольше, и выдача визы меньше. Здесь можно получить на три года, напрямую, если подаемся из Испании. А сам НИИ, а НИИ запрашивает? А НИИ, НИИ, можно выдать доверенность, я сделаю по доверенности без проблем. А, просто так, конечно, по доверенности. А через консульство у себя в стране могут запрашивать в других странах? Я кроме Украины не знаю просто. Через консульство могут, но сейчас это очень долго, записей нет, поэтому проще либо выдать доверенность на меня в консульстве, либо выдать доверенность обычного нотариуса, опустелировать и переслать сюда. А срок получения НИИ сейчас какой? Говорят, что невозможно взять ситы, то есть запись на прием в полицию? По-разному бывает. Можно взять быстро. То есть в течение полугода, в принципе, все вопросы, вы сказали, вот полгода, это все включая, все вот эти вот процессы. Да, опять же, зависит от работников. Кто-то вот там сразу приехал, кто-то там подождал позднее. То есть нельзя сказать, когда этот процесс заканчивается, зависит от работников. Представьте, что их 50. Кто-то там сейчас приехал, кто-то через неделю. Да, такие компании есть. Я знаю, что сейчас в Валенсии приехала одна компания, больше 200, 240 человек, по-моему. Среди них тоже клиенты по детским услугам у нас были. Знаю, еще один стартап, кто переехал. И я думаю, наверное, все они через вас, потому что больше, как они все сюда переехали? Это же очень сложно сделать. Я не знаю, действительно никого. Это много документации, нужно подготовиться, не переживать, не звонить адвокату каждые два часа. Мы все контролируем, успокоиться. Да, мне один адвокат сказал, она в Таревехе живет, у них другое направление, но когда я тоже задала, говорю, клиент волнуется, пишет. Она говорит, я общаюсь ровно столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше. Мне так слова ее запомнили, смотрели, так только адвокаты говорят. Я отправила всю необходимую информацию, все, мы ждем. И вот, наверное, был правильный ответ, потому что, понимая, каждый переживает, мы стараемся всегда понять человека, но адвокат действительно, если он отвечает, наверное, он занят или в суде, или в другие дела. Это точно, это стоит сразу клиентам будущим иметь в виду, не названивайте каждые пять минут, не нужно. Написали, я отвечу, когда будет время. Если не отвечаю, наверное, у нас с 9 до 3, у нас суды, я могу быть занята. У меня может быть 200 сообщений в день, не только в WhatsApp, еще столько же в Telegram. Все обычно в 1 из 12 ночи сообщения. Да, или в 3 утра тоже. Да, когда есть, все понимают, что каждый пишет у меня всегда на беззвучном, и думаю, у вас тоже телефон, что каждый пишет тогда, когда он может. Поэтому, если вы планируете общаться здесь вообще с любым человеком, профессионалом, и даже просто с людьми, отсылайте сообщение в WhatsApp или email, и обязательно, я думаю, в течение. Если что-то срочное, я отвечу всегда. Кто-то там задержали на границе, 200 тысяч перевозили наличностью, не за декларированным. Естественно, тут сразу поможем. Другое дело, что вот мне не приходит, 3 месяца прошло, мне никак не приходит авторизация по моей студенческой визе. Не приходит, жди, когда придет, сообщи. Давайте часто все дольше. А вот с этого момента поподробнее. Что за 200 тысяч? Как вы можете помочь? Просто у нас сейчас очень многие приезжают с наличностью и не декларируют на границе, не при выезде, не при заезде. Они этим нарушают закон? Конечно, эта вся сумма изымается. Тому, кто перевозил, выдается 1000 евро, все остальное изымается, и начинается процедура в Сиблаке. Если у нас обычно клиенты считают, что они могут сами разрешить, потому что это было нечестно, то так это не пройдет. Либо, если вы не подаете никакие аллигации, никакие документы, то деньги просто вы никогда не получите. Серьезный момент. А вы помогаете с этим вопросом? Да. Мы обжалуем как раз в Сиблаке. Это Сиблак, это агентство по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем. А как они их находят? Ну хорошо, человек в чемодане, ну образно, провез деньги. Так он проходит же через... А, просто видят уже там в аэропорту, то есть он далеко не успел идти. А бывает такое, что он как-то все-таки провел... Говорят, что здесь такие вообще... Это я вчера просто искала ответ на один вопрос, и как я говорила вчера в чатах, и столько всего прочитала интересного. Говорят, что ловят в городе, если у тебя больше... 100 тысяч. Писали 10, что больше 10 тысяч, если у тебя просто в сумочке как бы с собой, то это все, ты уже... 100 тысяч ограничения, да. Нельзя носить в свободном доступе больше 100 тысяч без декларации. И, естественно, 100 тысяч, если у вас там 5 слитков золота, в целом на 150, то это считается превышением. Прямо на месте забирают? Забирают. Выписывают ордер соответствующий, забирают. Если это вот... Как-то хоя по-русски-то. Драгоценности. Драгоценности, например, это изымают, кладут на депозит, либо денежные средства в кайшу банк. Друзья, это было видео знакомство. Теперь вы уже знаете, что в Валенсии, Мадриде, Барселоне у вас есть представитель русскоязычный, который поможет со всеми вопросами по стартапам, IT-технологиям, серьезным вещам, например, таким как изъятие денег и другим. Инга, спасибо за то, что пришли. Теперь у наших зрителей на один больше полезный контакт. И будем ждать ваши комментарии, чтобы следующее видео записать уже более точечно. и ответим на ваши вопросы. Спасибо большое. Спасибо, Виктория.